Музыка 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 Возновление мирного процесса Целью достижения Окончательного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта На основе принципов Предложенных соприседателями Еще раз приветствую вас Уважаемый Сергей Викторович И уверен что Сегодня мы проведем Конструктивные и эффективные Переговоры Большое спасибо Уважаемый Николай Владимирович Мы ощущаем Благодарим теплоту армянского народа, наших друзей с первого момента прибытия в очередной раз в Ереван. Спасибо вам за то внимание, которое лично вы уделяете нашей делегации. Мы сегодня в развитии контактов с вами провели очень развернутые, предметные, доверительные переговоры по всем вопросам наших двусторонних отношений, по региональной проблематике, по сотрудничеству в международных организациях и в очередной раз подтвердили особую значимость наших союзнических связей, нашего стратегического партнерства во всех областях нашего взаимодействия. Ваш политический диалог с президентом Российской Федерации даже в этот пандемический год весьма интенсивен. Вы дважды подробно общались в ходе встреч в Москве. Вы много раз говорили по телефону, и Владимир Владимирович Путин передает вам самые теплые пожелания успехов в вашей деятельности по развитию своей страны и по реализации тех договоренностей, которые достигнуты были по Нагорно-Карабахскому урегулированию. В будущем году мы отмечаем 30 лет наших дипломатических отношений, 25 лет базового, основополагающего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это ключевой документ, который определяет наши отношения на долгие годы вперед и который уже реализуется последовательно на всех направлениях, будь то экономика, будь то политические связи, военные, военно-технические сотрудничества. Мы привержены обеспечению безопасности нашего союзника, Республики Армения, и об этом шла речь и в ваших контактах с президентом Путиным, и в контактах, которые регулярны, интенсивны между нашими оборонными ведомствами. Здесь тоже не может быть никаких сомнений. Мы очень ценим достижение договоренностей по Нагорно-Карабахскому урегулированию, Мы признательны вам за то, что вы отмечаете роль России, лично президента Путина, в тех усилиях, которые позволили остановить боевые действия, согласовать устойчивые рамки дальнейших действий всех сторон. Мы поддерживаем самым активным образом деятельность трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которые занимаются практически значимыми, может быть, даже самыми значимыми на данном этапе вопросами разблокирования экономических, транспортных коммуникаций, что позволит на практике, не только на политическом уровне, как это уже было сделано, прекратить блокаду Армении и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона ко всеобщей выгоде. И, безусловно, мы продолжим усилия нашего миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Трехсторонняя договоренность обеспечивает полномочия наших миротворцев в том, что касается обеспечения безопасности населения Нагорного Карабаха и функционирования Лачинского коридора. И наши миротворцы, конечно же, будут делать все, чтобы решить остающиеся вопросы, связанные с определением точной линии соприкосновения, с обеспечением взаимовыгодных договоренностей по ее прохождению. И, безусловно, делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном станут возможны, как только все эти шаги будут реализованы. Мы продолжаем вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ выступать за решение всех гуманитарных вопросов, включая завершение процесса возвращения удерживаемых лиц. Понимаем символическое и эмоциональное значение этого шага и уверены, что мы сможем в ближайшее время эту проблему решить. Это создаст позитивную, конструктивную атмосферу для продвижения во всех дальнейших вопросах окончательного урегулирования. Будем всячески помогать решению этих вопросов во всех формах, форматах и по линии реализации трехстороннего заявления, трехсторонних заявлений и ноябрьского прошлого года, и от 11 января этого года. И будем, конечно, всячески стимулировать деятельность сопредседателя Минской группы ОБСЕ по созданию максимально позитивной атмосферы для дальнейшего решения всех остающихся вопросов. Спасибо вам еще раз за эту возможность быть принятыми вами. И я убежден, что результаты наших сегодняшних переговоров и в МИДе, и с вами позволят продвигать наши союзнические отношения по всем направлениям. Спасибо.